Привет, это школа Adobe на канале Кадр.ком. Сегодня мы попробуем себя в роли стоматологов, потому что сейчас к стоматологу ходить очень дорого, поэтому можно воспользоваться фотошопом, чтобы отбелить себе зубы. Воспользуемся для этого несколькими способами, попроще и посложнее. Поехали! Итак, у нас есть вот такой вот портрет девушки. Мне здесь все нравится, красивое размытие заднего плана, хорошо проработанное лицо, глазам, но зубы немножко желтоватые. Это нормально, в принципе, для людей с хорошими зубами, которые часто ходят к стоматологу, но на фотографии хотелось бы видеть чуть-чуть более нереалистичную картинку, ну, в хорошем плане. То есть сделать их идеально белыми не стоит. Как раз это уже выглядит совсем нереалистично и сразу отдает, типа, фу-фу, фотошоп. Большинство людей это делают как? Нажимают Ctrl-J, чтобы скопировать слой или перетягивать вот сюда. Нажимают Ctrl-L. Перетягиваю этот ползунок чуть-чуть сюда, чтобы осветить цвета здесь полутона. Нажимают кнопочку маски. Если у нас белый сверху, черный снизу, жмем Ctrl-Backspace, у нас заливается маска черным цветом, нажимаем B, белый у нас и так сверху, и мы можем прорисовывать, собственно, наши зубы. Должна быть жесткость 0%, чтобы были края аккуратненькие. И мы вот так вот прорисовываем наши зубы. Это можно сделать аккуратно или не очень, как я. И вот у нас стали супер белые зубы. Можем вот этот ползунок непрозрачность сделать чуть-чуть меньше, для большей реалистичности. И смотрим результат до и после. Как бы вроде стало лучше, но желтый никуда не делся, мы просто поигрались фактически с яркостью. Так делать в любом случае неправильно. Сейчас расскажу, как правильно. Мы не будем даже создавать новый слой, хотя если вы не работаете с корректирующими слоями, то нужно будет создавать слой. То есть, если, например, вы жмете Ctrl-J, скопировали слой, нажимаете изображение, коррекция, и вот цветовой баланс мы будем использовать, и потом уже цветовой тон, насыщенность, и потом цветовой баланс. Так вот, если вы будете через вот этот метод использовать, тогда нужно создавать слой. Если через корректирующие слоя, то не нужно. Соответственно, мы удаляем наш слой и используем корректирующие слоя. Обычно мы нажимаем вот на вот эту иконочку и цветовой тон, насыщенность. Или же, в моем случае, у меня вот здесь вынесено окно быстрых настроек, и я жму просто на иконочку, на один клик меньше фактически. Простота этого способа, что нам не нужно тончить с выделением зубов. То есть, мы просто нажимаем буквочку X, чтобы черный оказался снизу, нажимаем Ctrl-Backspace, заливаем нашу маску черным цветом, жмем B, и рисуем уже белым цветом, потому что он сверху. Вот так, очень грубо, мы не видим даже маску. Заходим немножко на губы и на десна, главное не заходить на кожу. Вот, и выделяем, собственно, наши зубы. Это можно было бы делать через быструю маску, в которой все видно, но в данном случае конкретно нам это не нужно. Вот, мы это все аккуратненько выделили, и в чем фишка? Мы выбираем желтые цвета, и, соответственно, красный, десна, красный здесь, я не знаю, язык, или что там, полость рта и красные губы, мы не будем трогать. Мы тянем ползунок яркости, и у нас изменяется яркость только зубов. Тянем вверх, так, чтобы не было там сильного пересвета, и насыщенность немножко уменьшаем. Если мы сделаем наш вот так, будет совсем не по-настоящему, поэтому сделаем примерно вот так, и вот так. Смотрим до и после. Результат налицо, при этом все сделалось аккуратненько. Если нам что-то не нравится, мы еще раз два раза кликаем, и можем в желтом, собственно, канале сделать недеструктивные изменения, или же воспользоваться непрозрачностью, и просто здесь изменить ее там на процентов 80, чтобы вернуть предыдущий слой. Смотрим на общем плане, кликаем на глазик, и видим, что зубы стали гораздо более белые. Но, как по мне, они неестественно уже белые. Мне не идеально нравится этот способ, хотя он и более быстрый. Попробуем другой. Выключаем, собственно, глазик, и создаем другой корректированный слой. Это вот здесь цветовой баланс, или же, соответственно, здесь можно кликнуть тоже по цветовому балансу. Итак, жмем на иконку цветового баланса, и удаляем масочку. Теперь нажимаем на, собственно, быструю маску, или кнопочка Q. Это пока что закроем, увеличиваем, жмем на кнопочку B, это кисть, или здесь просто убираем кисть. Уменьшаем ее размер, и аккуратненько прорисовываем зубы. Аккуратненько, чтобы не задевать десна, и не задевать губы. У нас жесткость 0%, все так же, чтобы сделать все идеально. И теперь нажимаем кнопочку X, и мы можем убрать, собственно, выделение вот отсюда. Аккуратненько. Аккуратненько прорисовываем, чтобы все было идеально, и ни на что лишнее наша масочка не попала. Нажимаем кнопочку Q, и мы видим выделение. Теперь нажимаем Ctrl-Shift-I, или выделение и инверсия, и нажимаем кнопочку маска. Все, теперь мы будем выделять только то, что нам нужно. Два раза кликаем, собственно, корректируешь наш слой, выбираем цвета, и желтый уводим в сторону синего. Насколько? Это уже по вкусу, зависит от желтизны зубов, насыщенности цвета. Средняя тона стараемся уже не настолько жестко. И тени еще чуть-чуть так. И в крайнем случае, смотрим результат до и после, можем непрозрачность уменьшить. Смотрим на общем плане. Как по мне, стало гораздо лучше, и при этом, естественно, можем посмотреть результат, который мы получили с цветовым тоном, насыщенностью и с цветовым балансом. В принципе, оба способа очень эффективны. Первый чуть быстрее, но не такой, скажем так, правильный с точки зрения изменения цвета и яркости. Второй более правильный, но чуть-чуть дольше. Теперь ты можешь стать настоящим стоматологом для своих друзей, родственников и моделей, которых снимаешь, обладая таким простым навыком. Обрабатывали фото мы на вот этом классном 4K IPS Monique от LG, модель 27UD88. Если интересно почитать о нем обзор или посмотреть видео, переходите по ссылке в описании или классно тебе вот здесь по подсказке. Нравится рубрика? Поставь лайк, пиши в комментариях, что именно тебе нравится и что бы ты хотел увидеть в следующий раз. И не забудь подписаться на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok